здравствуйте друзья и так 6 частей по растяжка мышц у нас позади мы разобрали свободу верхнюю конечность мы разобрали мышцы туловища но теперь мы подходим наверное к самой глобальной части это свободная нижняя конечность мышц много разбирать будем подробно по той причине что конечно первоочередная задача при потере движений при парализации при гемипарезе первоочередная задача у человека какая дойти до туалета вот у взрослого человека вот сколько летом 23 года в профессии основная основная задача мне бы добраться до туалета поэтому нога чаще всего ставится в приоритет то есть вот в плане реабилитации бывают отдельные случаи когда первично мы начинаем заниматься рукой но опять же это в угоду того чтобы быстрее человек начал передвигаться то есть если есть рука то мы можем дать более уверенную опору и на двух руках человек быстрее даже поскачет хотя бы на одной ноге понимаете это все индивидуальный план реабилитации но в семидесяти процентах случаев конечно же больший акцент в начале реабилитационного процесса делается на ногу и поэтому мы будем подробно разбирать подавляющее большинство мышц на свободной нижней конечности готовы давайте приступать итак свободная нижняя конечность нога вот в полном ее понимание фактически свободная нижняя конечность если ну так по медицинской терминологии у нас идет от тазобедренного сустава до кончиков пальцев начнем мы как всегда начнем мы сверху с крупных мышц причем как бы эти мышцы и являются началом как бы отправной точкой к вашему вертикальному положению к вашей ходьбе сейчас вы поймете что я имею ввиду и если уточнить начнем мы в буквальном смысле за задней поверхности и так самая задняя поверхность это у нас большая ягодичная мышца а до все приключения у нас на ней и она достаточно важна и игнорировать ее в процессе реабилитации уж вот точно не стоит потому что эта мышца ну скажем так противостоит многим порочным положением и так функции большой ягодичной мышцы разгибает и участвует во вращении бедра в тазобедренном суставе важно стабилизирует тазобедренный сустав вот эту фразу стабилизирует тазобедренный сустав запомнить вы и будете очень много вот в этой в этом видео слышать и потом мы сделаем определенный вывод стабилизирует тазобедренный сустав хитрость этой мышцы верхние волокна этой мышцы участвуют в отведении бедра а нижние волокна участвуют в приведении бедра то есть видите совершенно разновекторные функции совершенно разновекторные функции в этом и минус и при правильных упражнениях при правильной реабилитации это плюс потому что мы сразу тренируем всю мышцу то есть мы тренируем и отведение и приведение то есть мышца которая по сути своей является своим же антагонистом то есть вот на ней разместились верхние и нижние волокна которые делают совершенно противоположные движения это в неком образе облегчает нам ситуацию но опять же еще раз повторюсь важная мышца и ей надо уделять в процессе вот на начальных этапах реабилитации надо уделять достаточно серьезное внимание следующая мышца следующая мышца у нас средне ягодичная вообще их 3 то есть видите какая у нас гола глобальный мышечный массив средне ягодичная мышца нее функции она отводит и участвует во вращении бедра собственно также как и большая ягодичная мышца и стабилизирует таз то есть не тазобедренный сустав а уже таз если вы посмотрите как бы повнимательнее на эту мышцу вы увидите что она как бы крепится верхняя ее часть крепится в области крыла подвздошной кости то есть вот при ее напряжении вот это гуляние болтания таза при ходьбе при нормальной работающей средне ягодичной мышцы можно компенсировать и можно убрать под средне ягодичной мышцы прям под ней добраться мы туда можем только я не знаю уколом наверно это очень глубоко если длинная иголка под средне ягодичной мышцы у нас мало ягодичные мышцы мало ягодичная мышца также участвует в отведении бедра участвует во вращении бедра в тазобедренном суставе и также стабилизирует таз вот видите какие три крупные мышцы большая средней и малые ягодичные не только позволяют вращать ногу в тазобедренном суставе но также они стабилизируют именно таз то есть убирают вот это болтание при ходьбе понимаете теперь почему важно тренировать эти мышцы кто-то тренирует для красоты мы восстанавливаем в них движение и повышаем их тонус для правильной ходьбы чтобы потом не было никаких осложнений в дальнейшем то есть это база с которой в принципе нужно начинать ну и коль уж мы пошли по задней поверхности бедра давайте и соответственно продолжим эту историю под ягодичной мышцы под большой ягодичной мышцы у нас располагается еще грушевидная мышца но те кто у кого есть проблемы со спиной те слышали про грушевидную мышцу про синдром грушевидной мышцы то есть она часто страдает при грыжах при защемлениях при шазах и прочим не исключено что при наличии парализации при наличии долгого постельного режима при разнице тонусов слева и справа она также может обостриться знаете поэтому фактически с ней тоже надо работать и чаще всего грушевидная мышца у нас уходит в спазм и дает вот эти боли точечные боли жгучие боли в область под ягодицу в глубине внутри поэтому как профилактически но так и практически надо ей заниматься по какой причине ее функции она участвует во вращении бедра наружу а мы с вами знаем что порочная поза как правило связано с вытянутой ногой оттянутым носком и повернутым бедром внутрь грушевидная мышца вращает бедро наружу но при определенном исходном положении в том случае если бедро разогнуто что такое согнуто и что такое разогнуто бедро мы с вами поговорим уже в практической части я все это покажу чтобы вы как говорится не путались вот так же грушевидная мышца отводит бедро но уже согнутом состоянии опять же будем разбирать на практике и как я уже говорил запомнить стабилизирует тазобедренный сустав стабилизирует смотрите почему я на этом так акцентирую внимание очень часто нам попадают пациенты с неправильной походкой и с болями в области тазобедренного сустава ну бог с ним с неправильной походкой все можно исправить конечно лучше делать сразу правильно но все можно исправить но если бы там реабилитологи кто ими до этого занимался или сами люди вот понимали бы сколько мышц стабилизирует тазобедренный сустав укрепляет его не дает ему разбалтоваться не дает вот этих лишних вот этих движений в области тазобедренного сустава то в принципе даже при неправильной походке избавиться от болей и нестабильности тазобедренного сустава можно было бы сразу то есть такой как бы задел прочности дать при возможных ошибках при ходьбе поэтому я на это уделяю этому уделяю достаточно серьезное внимание и так и так следующие мышцы следующие мышцы если мы вот здесь посмотрим есть три мышцы верхняя близнецовая мышца внутренняя запирательная мышца и нижняя близнецовая мышца функции их очень схожи очень схожи то есть участвуют во вращении бедра наружу отводят бедро в сторону и все опять же стабилизирует тазобедренный сустав если мы посмотрим давайте вот с этого ракурса вот с этого ракурса то мы с вами увидим что крепится они в области большого вертела то есть если посмотреть на картиночку вот место прикрепления этих мышц она идет сзади вот собственно вертлужная впадина вот головка мышцы находятся сзади и идут идут посмотрите и крепится они в районе таза в районе таза соответственно при напряжении или наличии положительного тонуса на этих мышцах они как бы затягивают тазобедренный сустав головку бедренной кости непосредственно к вертлужной впадине то есть стабилизирует сустав и даже если вы неправильно ходите у вас сустав гуляет как бы ну как правильный шарнир да а если эти мышцы слабые не держат сустав там все это держится на центральной связке то он чуть-чуть отходит и начинается не просто вот это движение а вот такое движение понимаете он болтается там травмируют суставные поверхности травмируют хрящи и все это может привести к весьма и весьма неприятным состоянием скажем так воспалительным процессом болевым ощущением и все это опять же отразится на ходьбе ну зачем нам эти проблемы если мы можем делать сразу все правильно и вдумчиво далее квадратная мышца бедра квадратная мышца бедра находится вот под этими тремя важными достаточно мышцами и квадратная мышца бедра участвует во вращении бедра наружу в тазобедренном суставе опять же да то есть разворачивает бедро против вот этого порочного положения внутренней ротации бедренной кости спастической ротации скажем так внутрь вот то есть у нас достаточно большой большая армия так мышц которые противостоят порочному положению и порочной позе я бы вот так сказал их надо тренировать их надо тренировать чтобы сохранить тазобедренный сустав чтобы сохранить правильную постановку ноги в будущем при шаге чтобы не было вот этого загребания внутрь а чтобы нога шагала сразу с небольшим разворотом наружу и это представляете сколько проблем сразу решает если рефлекторно при нормально тонизированных мышцах тех которые мы с вами разобрали нога сразу шагнет правильно стать сколько проблем снимается как укорачивается период ваши прихода вас к нормальному шагу извините за тавтологию ну а теперь о возможности нормально шагнуть и перемещаемся мы с вами на переднюю поверхность свободной верхней конечности на переднюю поверхность свободной верхней конечности что даже я бы сказал нам пока пока давайте на боковую на боковую поверхность следующая мышца следующая мышца это напрягатель широкой фасции бедра напрягатель широкой фасции бедра отводит бедро в сторону Сгибает бедро. Опять же расскажу и покажу на практике. Участвует во вращении бедра внутрь, друзья мои. С одной стороны отводит, с другой стороны может провоцировать порочное положение. Здесь уже заметочку себе ставим, что вот эта мышца может нам подкинуть некоторую неприятность. И смотрите, если мы вернемся немного к массажу, ну даже обратимся к массажу как к одной из процедур комплекса реабилитационных мероприятий, то здесь мы уже в голове держим, что эта мышца, если мышцы, которые мы до этого разобрали, чаще всего атоничны, разболтаны, не напряжены, и не имеют собственного своего естественного тонуса при порезах, то здесь она может уходить в патологический тонус. И работать с ней, массировать ее, массировать ее на растяжение, на расслабление, на снятие патологического тонуса обязательно надо. То есть вот если мы говорим о массаже, если у нас, опять же, друзья, есть такая возможность повернуть пациента либо на бок, либо еще лучше на живот, что реже получается, это небезопасное положение, особенно на ранних этапах реабилитации, даже вот постинсультных больных, тяжелых неврологических больных, людей в возрасте, людей с лишним весом, небезопасно. Если хотите добраться до задней поверхности, вот это, скажем так, не только к нашим зрителям-пациентам, но и к коллегам-креабилитологам, ребят, на ранних этапах, если хотите добраться до спины с целью профилактики, там, пневмонии и прочего, хотите добраться до задней поверхности бедра, хотите добраться до ягодицы, работайте из исходного положения, лежа на здоровом боку. Поверьте, потом скажете спасибо. Более безопасное положение. Если интересно, что может случиться, поговорим в комментариях об этом, не буду тратить ваше время. Итак, итак, итак. Вот такая хитрая мышца. Делаем себе зарубочку, что может подкинуть нам немного неприятностей. Немного так, неприятностей в виде стойкого порочного положения. А теперь о шаге. За счёт чего же мы шагаем? Очень многие специалисты даже в реабилитации почему-то объясняют пациентам, что, ребята, надо тренировать переднюю поверхность бедра, квадрицепс, четырёхглавую мышцу, потому что она участвует в шаге. То есть, за счёт неё вы шагнёте. Ну, извините, конечно, друзья мои, за мой французский, ничего подобного. Успел я всё-таки сказать правильное слово без французского. Вот, смотрите, давайте, прям, бах, мышца. Большая поясничная мышца. Большая поясничная мышца. Она как бы состоит в конгломерате подвздошно-поясничной мышцы. Вот это всё называется подвздошно-поясничная мышца. А отдельно так, по головам, это большая поясничная мышца. И что же делает большая поясничная мышца? Она сгибает наше бедро. Что значит сгибает? Ещё раз, не переживайте, покажу на практике. Вращает бедро в тазобедренном суставе. Если бедренная кость зафиксирована, если бедренная кость зафиксирована, опять же, всё это разберём на практике, сгибает поясничный отдел позвоночника вперёд. Мы к этому вернёмся на практике. Вот есть тонкость, поэтому я это произношу. Или сгибает поясничный отдел позвоночника в стороны. То есть, мы уже говорим о стабилизации туловища. Здесь вот этот момент перекликается с прошлым видео, в котором мы говорили о стабильном корпусе при ходьбе и при вертикальном положении. Вот такая вот у нас замечательная мышца. И вот она как раз, эта мышца, ну вот весь конгломерат, вот этот подвздошный, поясничный, вот он, скажем так, ответственен за ваш первый шаг. Вот это ваш первый шаг. А вот четырёхглавая мышца, или квадрицепс, ну мы к ней вернёмся в следующей части, вот он уже отвечает за следующую фазу. Когда вы шагнёте, вот, скажем так, работа четырёхглавой мышцы бедра решит, устоите вы на этой ноге, чтобы шагнуть здоровой ногой, дошагнуть, или не устоите. Но об этом мы будем говорить в следующем видео. Будет подробно разбор мышц бедра, передней её поверхности, ну а может задней. Посмотрю, что будет важнее. Далее, далее. Подвздошная мышца также сгибает и участвует во вращении бедра в тазобедренном суставе. Опять же, стабилизирует тазобедренный сустав. Ещё одна зарубочка, да, ещё одна мышца, которая держит головку бедренной кости в суставной поверхности, в вертлужной впадне. Опять же, говорит о том, что надо тренировать, надо над ней работать. Но тоже в определённых моментах. Бывает она в гипертонусе. Бывает в гипертонусе, тоже на практике, в следующей части. Так, и последняя такая, ну, по сравнению с этими, со всеми такими массивными мышцами, которые, кстати, выстилают внутреннюю поверхность таза. То есть, напрямую до этой мышцы доковыряться, друзья, не получится. Ни массажем, ни как. Можно добраться до неё не только за счёт упражнений, но и за счёт кинезиотейпирования. То есть, проводится тейпирование в проекции хода подвздошно-поясничной мышцы. Но на это мы, наверное, потратим отдельное видео. Если будет интересно, пишите мне. Если наберётся достаточно много комментариев на эту тему, я себе заметочку поставлю к огромному количеству тем, ещё которые у нас впереди для съёмок, по вашим, опять же, комментариям. И мы этот вопрос тоже разберём. Итак, малая поясничная мышца сгибает поясничный отдел позвоночника. Сгибает поясничный отдел позвоночника. Важно? Ну, достаточно важно. Но следующая её функция, ещё важнее, такая маленькая козявка, а поддерживает наш и ваш баланс. Понимаете? Баланс. То есть, когда мы стоим, она является неким, ну, может, не совсем правильно будет сказано, но аналогия похожа, неким гироскопом, который вас удерживает. И если она нормально и правильно работает, стоять вам намного легче, неосознанно, не концентрируя внимание, вот не ловя равновесие, не замирая. То есть, здесь она уже, если работе, значит, ваш таз, ваш поясничный отдел, он вот так-так-так-так-так, он выстраивается и держит вас. И держит вас. Ну что? Вот такой объём у нас сегодня. Такой важный объём. И теперь давайте переходить. Много ещё вопросов осталось. Вот. И сейчас мы с вами будем переходить к теоретической части и разбирать те вопросы, о которых я сказал ранее. Давайте приступим. Итак, друзья, конечно, немного говорилось не теоретическое, а практическая часть нас сейчас ждёт. И с чего начнём? Давайте начнём сразу, как я и говорил вам в прошлой части видео. Начнём с понятий сгибания, разгибания, отведения, приведения бедра и вращения бедра. Начнём мы это, ну, скажем так, с нескольких, со всех положений рассмотрим, стоя и лёжа. Стоя и лёжа. Самое оптимальное – работать с бедром. Итак, ну, давайте разгибание бедренной кости, разгибание бедра, разгибание в тазобедренном суставе. Это вот это движение. То есть, отведение ноги назад, сокращение ягодичной, ягодичных мышц. Сгибание бедра вперёд. Наша подвздошно-поясничная группа мышц. Почему я говорил, что это ваш первый шаг? Это вот это движение. Или вот это движение, да? То есть, вынос ноги вперёд. То, о чём я вам и говорил. Подвздошная мышца сгибает бедро, а вот при шаге уже квадрицепс, четырёхглавая мышца, удерживает ногу от сгибания, чтобы вы не провалились. Поэтому ваш первый шаг, за ваше первое движение в шаге отвечает подвздошно-поясничная мышца. Там частично подключаются ещё мышцы бедра, но основная это эта мышца. Итак, отведение бедра. Ну, мы понимаем, что это вот это. Приведение бедра. Понятно, что в обратную сторону, а чаще вот сюда. Ротация бедра, ротация внутрь, вот, ротация наружу, вот так. Да, то есть в большинстве случаев мы видим вот такую постановку ноги и вот такой шаг, пересекающий шаг, да, при порочных положениях, при спазмировании определённых групп мышц, но, наверное, большая часть мышц, это всё-таки уже в следующей программе будем разбирать, это мышцы непосредственно бедра. Ну что, теперь давайте разбираться, как их тянуть, из каких положений и какие движения лучше отрабатывать, какие упражнения лучше отрабатывать. Ну, понятно, что в положении стоя здесь всё достаточно просто, да, то есть мы, если мы хотим тренировать подвздошно-поясничную мышцу, мы выносим прямую ногу вперёд или мы поднимаем колено вверх, то есть вот это движение мы делаем, вот оно. Но, опять же, не всегда, не все наши пациенты сразу могут стоять и сразу могут поднимать вес ноги, это важно, поэтому ещё исходное положение лёжа будет. Отведение, та же история стоя, отводим в сторону. Мышцы, которые отвечают за отведение и наружную ротацию ноги в тазобедренном суставе при разогнутом бедре, что это значит? То есть это значит, что нога отведена назад. И вот здесь мы можем уже делать вот эти упражнения и также мы можем делать вот эти упражнения. Сложно! Вот уже изолированная работа мышц идёт, когда вот здесь мы отводим, вот здесь мы отводим, здесь как бы конгломерат мышц работает, они подключаются все по своим функциям. То вот в этом положении, если мы отводим, а если ещё и развернём и будем отводить, тут сразу работают мышцы изолировано. Сразу работают мышцы изолировано. Итак, соответственно, исходное положение лёжа. Исходное положение лёжа. Значит, давайте начнём, наверное, с спазма подвздошно-поясничной мышцы. И такая история бывает. Что я имею в виду? Очень часто мы сталкиваемся со следующей ситуацией. То есть, пациент сидит на стуле, на кровати, где угодно. Мы пациента ставим, и что происходит в этот момент? Пациент встаёт на здоровую ногу, толкается, выпрямляет ногу, и в этот момент парализованная нога делает вот так. Или вот так. Понимаете? То есть, здесь спазм и двуглавой мышцы, задней поверхности бедра там несколько, не только двуглавая мышца. И, соответственно, подвздошно-поясничный, если он вздёргивает колено вверх, то мы понимаем, что подвздошно-поясничную мышцу нам надо растянуть. Как нам её растянуть? вопрос как бы завуалированный, но на самом деле решается легко. Значит, если у нас есть возможность положить пациента на бок, то о чём я говорил. Если мы кладём пациента на бок, то у нас что получается? сокращение подвздошно-поясничных головок подвздошно-поясничной мышцы идёт вперёд, да, сгибание бедра вперёд, грубо говоря. поэтому для того, чтобы нам растянуть подвздошно-поясничную мышцу со стороны спазма, со стороны парализации, что нам надо? Нам надо отвести пассивно как можно дальше бедро назад, разогнуть его, разогнуть. Это, как говорится, в том случае, если у вас есть помощник, да, кто может взять за ногу, упереться в крестец вам и отвести ногу назад, то есть, чтобы таз не пополз, чтобы таз стоял ровно, а относительно таза уже уходила назад только нога, чтобы не было вот этого движения, только в тазобедренном суставе. А если некому помочь, если некому помочь, что делать? Что делать? Караул. Не караул ни разу. Берем, садимся на кровати, просто садимся, берем что-нибудь, какие-нибудь валики, все что угодно и подкладываем их под крестец. И просто-напросто ложимся. То есть, сделаем вот так. Вот так. То есть, мы сразу у нас бедро, получается, нога в тазобедренном суставе в состоянии разгибания. Если вам этого недостаточно, понятно, что строить под тазом пирамиду да, посинение стоять на голове тоже невозможно. значит, здесь мы с вами, ну давайте, да, для, скажем так, естественности сдвигаемся на край кровати, парализованной стороной краю, здоровой стороной к основному ложу кровати. здоровой рукой обязательно беремся за край кровати, или если кровать широкая, какую-нибудь петлю себе делаем, чтобы держаться, чтобы вас не перевесила нога. вот мы на краю и что мы в этот момент делаем? Мы просто-напросто даже, может, здоровой ногой аккуратно спихиваем ногу вниз и вот она разогнулась максимально под собственным весом, растянула полностью подвздошно-поясничную мышцу, отчасти еще захватила квадрицепсы мышцы бедра. И вот в таком положении можно полежать, потянуть ее, очень долго не надо, минуту-две максимум. Дальше уже нога начнет затекать. Все, мы эту мышцу растянули, а если мы ее растянули, значит, мы ее что? Расслабили. Все правильно. Итак, с подвздошно-поясничной мышцей мы разобрались. Ну, как разобрались? Ну, давайте уже до конца разберемся. Значит, подъем, подъем ноги вверх, да, тренировка подвздошно-прямой функции подвздошно-поясничной мышцы. Сгибание ноги в колени на себя. Та же история. Подвздошно-поясничная мышца. Работает. Работает. Что еще у нее есть? Что еще? Какая функция мы зачитывали есть у этой мышцы? при фиксированных, при фиксированном бедре эта мышца сгибает туловище вперед. То есть, понятно, что полные сгибания делать тяжело человеку с парализацией, допустим. Вот. Поэтому мы можем сесть поперек кровати, бедра фиксированы, и сзади там закинуть подушки и прочее. И здесь мы опускаемся в положение полулежа и возвращаемся обратно. То есть, вот здесь у нас работают непосредственно мышцы брюшного пресса, мышцы туловища, но и также работает подвздошно-поясничная мышца. Помимо всего прочего, из вот этого положения, когда полностью бедро фиксировано на кровати, можно также тренировать более максимальное сокращение подвздошно-поясничной мышцы, это из положения сидя приподнимать колено вверх. То есть, мы еще больше ее сократим, сожмем, придадим ей больше силы. Придадим ей больше силы. Вот. Собственно, это вот основные движения, которые позволяют нам с одной стороны растянуть мышцы спазмированные, и с другой стороны, опять же, если они растянуты, позволяет укрепить эти мышцы. Что еще, о чем еще можно сказать, друзья? Если нет совсем движений, значит, движения надо делать пассивно. У меня есть видео с лентой для йоги со всех сторон. Можно это дело растянуть, поднять, помочь себе здоровой рукой все движения. То есть, если нет активных движений, активно-пассивные движения очень важны, потому что потом они перерастают в активные движения. Сначала полностью пассивно можно работать, потом уже появляются какие-то маленькие зачатки движения, мы добавляем уже собственным движением и пассивом, то есть, активно-пассивное движение. И потом вода камень точит, потом потихоньку-потихоньку мы начинаем разгонять активную амплитуду без всяких вспомогательных моментов. Поэтому здесь смотрите, область ягодичных мышц важна обязательно тянуть, укреплять надо. Область передней поверхности подвздошно-поясничной мышцы это ваш шаг. Если спазмировано тянем, если слабое парализованное паритичное атоничное укрепляем, пассивно поднимаем ногу, активно-пассивно поднимаем ногу, потом активно поднимаем ногу, добавляем со временем, когда уже можем стоять. То есть вот эти моменты, они должны идти вот параллельно. То есть ничего, что нога не поднимается, но если нога толкается, то это говорит о чем? Что вы можете стоять. Так вставайте, не надо ничего ждать. вставайте и уже стоя пробуйте выносить ногу. Сначала неправильно поддавая тазом вот это движение, потом уменьшаем движение тазом и доходим до чистого движения. Также тренируем ягодичную мышцу. Сначала тазом поддаем, отводим ногу назад, бросить ее прям назад, потом уменьшаем вот это колебательное движение и уже ровно отводим ногу назад. Пробуем разворачивать ногу вот в этом положении, удерживать ногу. То есть вот все усложняете себе процесс. То есть если вы понимаете, что вы с чем-то справляетесь, двигайтесь дальше. Получилось отвести ногу назад там 20 раз. Пробуйте уже давать паузу в крайнем положении. Отвели и раз-два уронили, а потом раз-два три четыре уронили. Статическое напряжение мышцы это тоже ее укрепление. Понимаете в чем дело? Поэтому обязательно работаем над этой областью. Обязательно. Это наш шаг, это стабилизация нашего тазобедренного сустава. Даже если на каком-то из этапов реабилитации даже не так перепрыгнули какой-то этап реабилитации, там поскакали вперед, вроде получается, просмотрели и прочее. И начались вот эти все гуляния бедра, выгибания колена, о котором мы будем говорить в следующем видео. А у вас уже все-таки крепкие мышцы, стабилизирующие тазобедренный сустав. Поэтому вот эти все выпадения выгибания намного в меньшей степени скажутся на травматизации тазобедренного сустава. Кто-нибудь потом хороший реабилитолог это увидит, скажет, ай-яй-яй, делаем шаг назад, опять тренируем правильный шаг, тренируем мышцы корпуса, чтобы не болталось это все, и потом вы пойдете нормально. Но уже, уже с нормальным тазобедренным суставом. Поэтому все, друзья мои, важно. Каждая мелочь важна. Каждую мелочь надо учитывать. И для этого мы с вами я записываю, а вы смотрите этот видеоматериал. На сегодня, друзья мои, это все. Увидимся в следующей части, где мы будем разбирать либо переднюю, либо заднюю поверхность. И та, и та важна. Но я почитаю ваши комментарии и подумаю, какая все-таки сторона важнее. Какую сторону мы хотим разобрать и увидеть раньше. Пишите в комментариях, это поможет мне с выбором. На сегодня заканчиваем. Подписываемся на все, все возможные наши сети, потому что Рутуб вообще, что-то у меня мало народу, Телеграм там тоже по сравнению с Ютубом, или какая-то капля в море. Но по крайней мере там я анонсирую свои новые видео, там мы общаемся в комментариях, там проще отвечать на самом деле, туда я быстрее могу забраться даже за рулем. Поэтому все они важны, все я их просматриваю и везде мы с вами можем встретиться. Все, друзья, заканчиваем, увидимся в следующем видео, всего доброго и будьте здоровы!